Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «О книжной полке» в студии ведущая Полина Митрофанова. Тему, о которой пойдет речь в этой книге, в наше время можно считать одной из самых популярных. Это тема «Как нам жить в церкви?». После долгих лет борьбы с религией мы утратили те знания, которые в дореволюционной России ребенок из православной семьи узнавал с детства, впитывал, как говорится, с молоком матери. Поэтому сегодня, когда молодой человек вдруг начинает задумываться о смысле жизни, и эти поиски его приводят в храм, на первом этапе воцерковления у него возникает масса вопросов. На некоторые из них отвечает архиепископ Иона Черепанов в книге, которая вышла в свет в издательстве Свято-Висоветинского монастыря города Минска под названием «Мы созданы для рая. Как нам жить в церкви?». Архиепископ Абуховский Иона Черепанов в векаре Киевской епархии, наместник Троицкого ионинского мужского монастыря в Киеве, председатель Синодального отдела по делам молодежи Украинской православной церкви, главный редактор журнала «Отрак». В этой книге владыка Иона обращается в первую очередь к поколению молодых людей, как пришедших в церковь, так и тех, кто только задает себе вопросы о смысле бытия и о жизни в церкви. Ему, по словам издателей, удается говорить с читателями откровенно и доверительно. О чем эта книга и для кого, владыка Иона просто и ясно объясняет в предисловии к ней. «Книга, которую вы держите в руках, пишет автор, не была написана как один цельный текст. Это собрание ответов на вопросы, заданные в разное время корреспондентами самых разных изданий. Она представляет собой некую мозаику из размышлений, как нам жить в церкви, какие вообще взаимоотношения могут быть у человека и церкви Христовой. Ведь каждый из нас не является всего лишь сторонним элементом, проникшим в церковь, как в некую организацию. Нет. Входя в церковь через таинство крещения, мы становимся частью этого огромного живого организма, одной из его молекул. Поэтому неудивительно, что в церковной ограде собраны люди с самого разного уровня веры и воцерковленности, от абсолютно охладевших, увлеченных какими-то антицерковными настроениями, до тех, кто всю жизнь посвящает служению Богу и ближнему. Как отмечает автор, еще апостол Павел писал, что каждый член церкви — это часть тела Христова. А в теле, как мы знаем, если какие-то органы болеют, страдает весь организм. В то же время все мы являемся и чадами православной церкви. Но сколько из миллионов крещенных людей, пусть даже не живут, но хотя бы стараются жить, исполняя заповеди Божьи? Увы, общение с церковью у очень и очень многих заключается лишь в двух посещениях храма, причем оба раза в бессознательном состоянии. Первый, когда его приносят младенцам на крещение, второй, когда заносят отпевать. А ведь каждый человек с его мыслями, убеждениями, с его бессмертной душой — это глобальное явление в мире, настоящее чудо Божье. И как жаль, что вся жизнь этого глобального явления зачастую проходит вне общения со Христом, своим Создателем. По словам владыки Ионы, у него болит и страдает сердце о каждом, кто, войдя в церковь, чем-то смутился и затем на время оставил ее. Или хоть и принадлежит к ней формально, но не хочет ничего знать о том, как жить во Христе, жить по Божьему, не читает ни Священного Писания, ни святых отцов. О многом из этом вы прочитаете в данной книге. Вот, например, собеседник Архипастрия задал ему такой вопрос. Владыка, у вас есть ответ на вопрос, почему у православных все так долго? Последование к причастию, служба, кафисты, каноны. Ведь нигде в Евангелии Господь не говорит молитесь как можно дольше. Наоборот, молитва, которую он дает людям, Отче наш, предельно короткая и лаконичная. И это фарисеев Христос упрекал за то, что они лицемерно долго молятся, а апостолов предупреждал, молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Получается, мы как фарисеи и язычники? И вот что Владыка отвечает на этот вопрос. Последние слова из процитированных вами были как раз ключевыми. Как видим из текста, язычники молились о каких-то житейских вещах, потому и предупреждает Господь, что Отец Небесный знает о наших нуждах прежде прошения у Него. И дальше говорит, ищите же прежде Царство Божье и правды Его, и это все приложится вам. Поэтому, отмечает Владыка Иона, желательно особенно на этапе воцерковления совершать молитвы по молитвослову, то есть используя тексты, написанные святыми людьми. Там все прошения касаются Царствия Небесного. Представьте, о чем бы мы стали молиться, когда вот только-только уверовали в Господа, еще не погрузились в глубину Евангелия, не ощутили всю возвышенность слов Христа. Конечно, просили бы того, что кажется насущным, и чего обычно себе и другим желаем – здоровья, благополучия, счастья в личной жизни. Но против этого, в общем-то, и предостерегал Господь. Владыка также напоминает собеседнику слова замечательной молитвы святителя Иоанна Златоуста, читаемой каждый вечер. «Господи, не лиши меня небесных Твоих благ. Господи, избави меня вечных мук». Все прошения этой молитвы, по словам Архипастыря, касаются совершенствования души, наших взаимоотношений с Богом, к которому мы обращаемся действительно как к Отцу Небесному, который знает о наших бытовых проблемах, и Ему даже напоминать об этом не надо. Опросим мы Его лишь о том, что необходимо для пребывания с Ним в вечности. В ответ на слова собеседника, не являются ли длинные службы и молитвенные правила теми самыми взваленными на плечи верующих бременами неудобоносимыми, о которых говорил Господь в Евангелии, Владыка отвечает следующее. «Если для человека молиться в тягость, значит, он просто не любит Бога». Как бы жестоко это ни звучало. В одном из интервью я уже говорил, что когда люди влюблены, они не могут наговориться, наобщаться. Им в радость даже просто сидеть рядом, смотреть друг на друга. И если у человека нет нужды говорить с Богом, значит, он Бога не любит. Это страшное состояние. Но что делать, если все-таки современный суетный мир забирает все время христианина и у него не хватает сил на молитву? Как молиться? О чем молиться? Как не оправдывать себя? На все эти и другие вопросы отвечает Владыка Иона в этой книге. Как узнать волю Божью о себе? Где применить себя в церкви? Почему так трудно читать Священное Писание и другую духовную литературу? Почему тяжело стоять на молитве? Надо ли ездить в паломничество или достаточно просто молиться на своем приходе? Зачем нужен духовник? И еще множество вопросов, которые возникали у корреспондентов Владыки Ионы, а значит, и у многих из нас, наших читателей. На эти вопросы архипастер старался искренне отвечать. Читая эту книгу, говорит Владыка Иона, «Помолитесь, чтобы Господь и мне, такой же, как и все вы, частички Великой Святой Церкви Христовой, помог быть настоящим христианином». Дорогие друзья, наша программа сегодня подошла к концу. Новинки православной литературы ищите в церковных книжных лавках. И да хранит вас Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...